Друзья, всем привет! Продолжаем играть в True Stalker. И бандит мне предложил работу. Вместе с ним отправиться на завод над X-18 и посмотреть, что там произошло. Кто не помнит, весь отряд бандусов положили, повесили. Но это вообще стрёмная тема. Ставлю, что это полтергейст. Ну чё, как у вас тут? Да ничего, всё тихо. Никто не выходил, никто не заходил. Заманались уже сидеть тут, ёлы-палы. Я нашёл ещё одного добровольца. Он из опытных сталкеров. Так что его помощь нам не помешает. Ну чё, пойдём? А чё яйца перекладывать? Погнали! Не показался ли это один и тот же голос? Но они, наверное, в одной и той же броне, поэтому... Значит, у меня гроза с прицелом, со всеми делами. Ничего другого нами не надо. Надеть рюкзак? А, это, кстати, мой милкий рюкзак. Надо его выкинуть потом. Тихо! На цирлах! Не нравится мне всё это. Вряд ли это полтергейст. Надо бы для начала тут всё осмотреть. Масол, иди посмотри, Шмура. Надо понять, как их замочили всех. Только... аккуратнее. Стремно. Да не ссы ты, двигай дальше! Вроде тихо. Давайте за ним, пацаны. Ему, походу, шею свернули. Огнестрела... Я не вижу. А-а-а! Тварь, вон она! В углу! Сейчас я тебя гнида! Чё ты гонишь? Нет там никого, убери волыну! Да там она, мля, буду! Ладно. Будьте аккуратней. Осмотрим каждый угол. Если кто-то из мутантов здесь и обитает, надо его завалить. Осмотрим остальных жмуров. Что ж это за мистика такая? Давайте по одному. Тут не развернуться, блин. Бля... Зачем мы вообще сюда сунулись? Господи! Толян! Толина поклали. Сука! Что ж так зубы сводит? Эй! Шт! Иди посмотри дальнего жмура, тебе ближе! Осторожно! Толина! Твою жмура… Твою жмура… Сука! Не-не-не-не-не! Глаз полтергейста. Это какой-то кровавый полтергейст. Ну давай. Только я сначала пощупаю тут кого-то. Ну ни хера себе тут сверьё, сука! Но нас так просто не возьмёшь! Ничего так вышла прогулочка. Ничего себе. Это ещё что за тварь такая? Да херь её знает. На обычного полтергейста она не похожа совсем. Кожа даже другого цвета. Откуда она только тут взялась? Ты же сам говорил, что тут вход в подземелье. Может оттуда она родом? Не знаю. Может быть. Надеюсь она бесплодна и детей у неё нет. Проверить бы это точно. Я не смогу тут вести дела, если под боком у нас будет обитать такая нечисть. Давай подорвём проход в подземку. Делов-то. А нахрена мы тогда зачистили это место? Завалим проход, сюда ходить никто не будет. А значит не с кого нам будет бабосы срубать. Не думал я, что сталкеров интересуют подземки. Что там интересного может быть? Мне мой друган рассказывал, что Х-18 ещё несколько лет назад обнаружили. За это время всё там уже растащили, наверное. Без обид, пацан. Но я думал ты из опытных. Вопросы у тебя совсем глупые. Это не просто подземелье, а заброшенная лаборатория. Сколько бы там ни выносили, ещё куча всего интересного может быть. А легенду про то, что в подземельях можно найти дорогие артефакты, слышал? Думаю, это не просто легенда. Был у нас тут один сталкер. Часто наведывался в подземку. Платил большие деньги. Но всё равно приходил и приходил вновь. Значит, была ему выгода. Логично. Только с последней ходки в подземелье он не вернулся. Помер, видать. В любом случае, мне до этого дела особо нет. Я свою часть работы выполнил. Тёмная долина. Сейф среди мусора 4000. Я за свой базар отвечаю. Поработал, держи обещанные бабосики. И если что, заходи к нам. Работу для тебя всегда найдём. Спасибо. Удачи вашему бизнесу. И тебе того же. Небольшой совет. И надеюсь, шестёрка меня после этого считать не будешь. В общем, если будешь и дальше иметь дела с Монголом, то советую всегда всё проверять. Просто будь аккуратен с ним. И это тебе просто такой небольшой совет в качестве награды за помощь. Что ты имеешь в виду? Только то, что сказал. Ему обудь таких сталкеров, как ты, расплюнусь. Спасибо за предупреждение. Удачи. Вот и всё. Чего изволим, бывай. У нас тут есть переход, который закрыт на текущий момент. И место, блин, для сна. В таком месте только спать, ребят. Пойдём ещё... Ещё одного покойничка хотел осмотреть. Какое-то добро лежит. Нифига себе, кровосвоз. И... Саша Парал. Он тут с кровососом, что ли, развлекался? Подожди, у него руки связаны. Ладно, я не хочу думать о том, что здесь происходило. Я просто пойду дальше. Там какой-то тайник ещё выпал. Трухлявый пень агропром. По основному нашему заданию нам нужно дождаться появления костыля и отдать ему кейс. Также ещё есть разные квесты. Кстати, добраться до тайника бандитов. Давай, наверное, так и сделаем. Это получается, нам нужно идти на другую локу. Скорее всего, на свалку. К сожалению, в прошлый раз я забыл туда сходить. Что заточило? Конкретная бандосовская. Причём тут, опять же, военный какой-то бампер, капот. Неплохо, неплохо. Значит, предлагаю осмотреть тут. Во-первых, забрать тайник, конечно, в первую очередь. Сеть среди мусора. Не понял. Блин, вот же суки. А, там камни. Вернуться к лидеру бандитов. Что-то, мне кажется, меня сейчас пошлют. И, в принципе, всё. Дождаться появления костыля и отдать ему кейс. Ну, это ладно. Сейчас ещё я буду виноват. Костыль скажет, что это я спёр. Блин, а ведь он сказал, что бандиты ровные тут. Дела с ними иметь можно. Ага. Давайте прочитаем описание тайника. Теперь у тебя есть доступ к моему сейфу на заправке. Не забывай про выродков на базе, которые только и ждут, когда подвернётся случай устроить облаву на мимо идущего сталкера. Не помню, кто именно дал мне этот... тайник. А, раз, прям описание какое-то. Ну, думаю, разберёмся. А вот этот самый сейф. Что за фигня? Кто насрал на сейф? Ну и ну. Ну, ладно, зато то есть... О, нифига себе. Детектор Велес? Так это же вообще сказка. Медведь, пока. У меня теперь есть Велес. Теперь хочется в аномалию какую-то залезть. Покойничек. Пойдём сходим посмотрим. Надеюсь, кровососов тут не будет. А покойничек на улице. Блин, тушканы по одному не ходят. Патрончики. Нормально. Лишним не будет. Но ещё мелочёвка какая-то. В общем, решили тут все пустые здания как-то обставить. Хотя бы каким-то разрушенным интерьером. Жухлым старым. Но тем не менее. На крыше пусто. Ну и к покойничку. Нормально катапультировался. Я реклапась. Кроме патронов ничего особо нет. И на том спасибо. Я помню, что в оригинале у нас вот тут была аномалия. Тут есть она? Фига, трактор вёз. Да пока что нифига. Ну уж залезем давай, посмотрим, что здесь. Ха. Здесь внутрь можно залезть? Да ну нафиг. Ну и инструментики. Ещё и возможно тайник будет какой-то. Нет, вот есть разные тайники. Это здорово. Я бы на них хотел потратить все свои деньги. Или думаете отдельно снять все тайники True Stalker? Если хотите, можно будет снять там на несколько серий. Кстати, реально, а чё бы нет? А тут надо сделать обложку. Третье ЦСР, стрелочку на третью. И типа, что там внутри? Вот так вот, нормально. А, не мой? Нифига себе. Неужели кто-то из своих? Сталкер! Неужели кто-то из своих? Ты кто таков будешь-то? Как здесь оказался? Не мой меня кличут. Бандиты прижали практически у Долговского КПП перед баром. Сволочи. Мне даже стыдно, что какой-то сброд в дырявых куртках смог свалить опытного сталкера. Всё забрали, ублюдки. Момент. Обещаю. Выждать момент. Это да, квест на немого был у меня. Мастер с кордона. Точняк. Не мой сталкер из группы свирепого. Угодил за решётку бандитов. Нужно как-то его оттуда вытащить. Отнести инструменты. Но вернуться к лидеру бандитов, сейчас разбираться будем. Кстати, а что тут за отметка? Какой-то важный чел сидит. О, они вот тут прям перед лагерем сидят. Кайфуют. Это что, стрелять ворон? Ну чё, подырявим пташек? Ну не знаю. Чисто по приколу попробовать. Хочу. На деньги. Расскажи правила. Говоришь, не сколько ворон замочишь за минуту, ставишь бабосы вперёд. Если всё как надо, пацан сказал, пацан сделал, то получаешь назад свои и ещё столько же сверху. Если нет, деньги мои. Сколько сможешь унести? Думаю одну. Ставка 300 рублей. Идёт. Готовь ствол. Поставлю на мужика полсотни. Да нифига он не настреляет. А, до начала. Фу, я думал время уже пошло. Да вон она полетела. Ты чё тупишь? Ха. А, ещё нужно? А нафига мне ещё стрелять? Я же всё, настрелял. Триндеть потом будем. Не понял. Так я же попал. Убитый ворон 2. Но это вообще невыгодно. Учитывая, сколько я патронов потратил. Ну тут надо просто приучиться, так скажем, научиться. Давай ещё, мужик, сейчас точно выиграешь. Ты видел, как он их снимал? Вот это круть. Вообще, я не понял. Я же поставил на одну ворону. Нафига дальше минуту-то идёт? Я убил одну. Всё, честно. Вот твои вопросы. Блин, я не увидел, сколько он мне дал. Но получается, как он сказал. Ты ставишь и ещё возвращаешь своё. И ещё только же сверху. Ну я отгружаюсь, я потратил, блин, патронов 100 на то, чтобы убить четырёх ворон и заработать 300 рублей. Поэтому, ну, просто посмотрели активность. Если хотите, потом можно будет. Но это надо... Люблю, когда перья в воздухе кружатся. Да. Но это надо будет именно научиться стрелять. А то у меня как-то плохо получается. Пойдём поторгуем. Посмотрим, что здесь у местного торговца. Причём здесь двое. Ещё и бармен есть. Здорово. Сталкер, что надо? Ничего интересного. Можно купить энергосы, чтобы были. Ого, правда, на перегрузе тут же. Ну, забирай консервы. Ёлки-палки, всё равно перегружен. А кто здесь вообще есть? Техник даже есть, ё-моё. Тряпка, смотри, чтобы ноги вытереть. Ого, что же ты снова приволок, касатик? Показай. Зуб, что надо. Бандитские куртки. Батарейку надо купить. Но продать я ему особо ничего не могу. П-90 я бы, пожалуй, оставил и сам пострелял. Почему бы нет? Хоть у него и урон ниже, но всё-таки... Ладно, пойдём пока с перегрузом. Сейчас улучшим себе П-90. А, улучшим. Куда улучшим-то? Тут не улучшается. Что надо? Починиться. Всё нормально. Походили по базе, побродили. По всем отметкам прошлись. Теперь надо, ну, обратно к пахану. Можно тут пройти? Да, вроде можно. Вышло ещё два патча, кстати, прикиньте. 1.2 и 1.3. Причём сразу. Ну там в 1.3 что-то, что забыли, в 1.2 закинуть, как я понял. Опять же, никакого нового контента. Фиксы критических ошибок, вылетов, правки, вот такие всякие. То есть, опять же, там, в первой серии я оставлял ссылку на тему мода. Можно перейти, патч-ноут почитать, если очень интересно. Но, опять же, контента нового нет. Да и как бы, а зачем ему быть, если так подумать? Красиво, конечно, тут. Солнышко классно светит. Как того мужика спасти я без понятия. Но подозреваю, что это уже потом, после решения проблемы с паханом. Потому что вряд ли просто прийти, убить бандита и всё. Он даже не разговаривает со мной. Там, вроде, с внутреннего двора можно было запрыгнуть, кстати. Тоже есть такой варик. Но, опять же, сомневаюсь. Тут даже, видите, поговорить нельзя, там, типа, напоить водкой такое. Ничего нельзя. Кстати, подожди, а тут есть выход в секретную комнату? Может, там что интересное будет? Вот мало кто знает, но в тень Чернобыля существует тут секретная комната. Для этого нужно отсюда заходить. А, тут не пройдёшь нифига. Вот она, по-моему. По крайней мере, в тень Чернобыля к ней можно залезть. Так как тут за основу взята ЧН, тут, скорее всего, нифига нельзя зайти. Вот, она тут находится, за этой дверью. Давай всё-таки, опять же, перед тем, как идти к пахану, попробуем таки со стороны улицы собраться. Ну вот, я имел в виду вот этот проход. В теории это прям... Нифига, у меня слишком большой зад, я не могу пролезть. Поэтому, к сожалению, извини, друг. Ты пока в тюрьме остаёшься. Но, опять же, я сделал всё, что мог. Думаю, меня в этом никто не упречёт. Не упрекёт. И пошли уже к главному. Балабунь быстрее, чё надо. Что за дела? Внутри вашего кейса нет артефактов. Чё, ты прибурел? Я отдал деньги. Деньги торговца. А вы свою часть сделки не выполнили. Артефактов в кейсе нет. Мозгов у тебя нет, олень. Тебе дали кейс с артефактами. А то, что ты их не донёс до торговца, только твои проблемы. Где ты был всё это время? Сразу всё проверять надо щегол. А то пропил их пошёл. А теперь предъяву мне бросаешь. За это я тебе бы рога прошибал. Да жалко отношения с торговцем портить. Проваливай отсюда. Но мне нужны эти артефакты. Без проблем. Тащи 50 косарей. Мы тебе их соберём. Всё ясно. Ещё раз такими наездами здесь появишься? Башку тебя расшибу, фраер. Да ушки. Так, а что у меня? Работа в долине. Трухляй предлагал работу. Ввиду нынешнюю ситуацию, будет логично согласиться. Можешь проваливать. О, кстати, тут обустроили. Тут даже в ТЧ такое прикольное местечко, которое никак не используется. А тут у бандитов быт. Про складушки. Туда-сюда. О, даже хавка есть. Как вы думаете, шить за еда? Это, наверное, какая-то овощная солянка. И даже есть выход на крышу. Тут, правда, ничего особого такого. Ну то ладно. Ещё какие-то приколы. И надо возвращаться к Трухляю. Ну, здорово. Что нужно? Привет, это снова я. В общем, твое предложение о работе ещё в силе? Конечно, в силе. У нас есть определённые планы на это место. Поэтому дел много. А ты чего не на свалке? Если коротко, ты был прав насчёт Монгола. Поэтому работа мне не помешает. Да пошёл он. Скажу тебе по секрету. Мы хотим слинять от него. Достал. Но надо это провернуть мирным способом. Всё-таки там братков на базе много. Если лишнего что-то ляпнешь ему, нас они за раз порешают. Но это так, мысли вслух. Ладно, ближе к делу. Давай сразу проясним, что я не буду заниматься разного рода мокрухой и идти против вольных сталкеров. А я тебе этого и не предлагаю. Этим мы сами займёмся, если понадобится. Мы тебе можем и другую работу предложить. Войдёшь к нам в долю. Деньги лопатой грести не будешь, но и гладранцем с нами не останешься. Предложение интересное. Но мне бы хотелось поучше знать, на что я подписываюсь. Для начала надо решить нашу проблему. Необходимо проверить, нет ли в подземелье логово этих тварей. Я с тобой отправлю двух своих ребят. Просто разведайте обстановку. И если заметите нечто похожее на эту тварь, сразу драпайте оттуда. Я бы не хотел больше терять людей. А мы тут пока на поверхности дела порешаем. Вот тебе ключ от входа. Ладно, если только разведка, то я согласен. Ёхана-баба, за манала уже голодным бегать. Хавать охота. Заходи, если че. Хавать охота. Так у меня есть батон, могу поделиться. Но ты как хочешь, братан. Мне, конечно, гранат каких-то не хватает. Взрывчатки, блин. Поствольного ренатомёта. О, точняк. У меня же и П-90 есть, если что. Вот с него постреляем в подземке. Прям в самый раз. Опа. Ну прицел это, честно, мне вообще не нравится. Ну какой есть. Я, говорит, с тобой пошли двух ребят. Получается, у него банда из четырёх была, а теперь вообще из двух человек. Ну, помимо него, конечно. Ёпта, золотая цепь у тебя. И кольцо. Че, мужики, я пошёл, да? Смотри, смотри, любуются на кольцо своё, офигеть. Ладно. Погнали, братва. А, тут сшитая лока? Ёпта, я только сегодня смотрел свой шорт с сшитыми локациями. Типа бесшовная зона. А, нет, переход всё-таки есть. Ну ладно, всё равно интересно его сделали. Как вы считаете, делают мне больше шорцев или нет? Вы вообще смотрели мои предыдущие шорцы? Пишите комменты, я всё-таки их иногда читаю. Мы пришли. Ну что, погнали? Идём. Только не шабруши особо. Тут наверняка полно всякой дичи. Побыреку всё осмотрим и наружу. Я тут долго торчать не собираюсь. Тогда пошли. Это обратно, правильно? Ну да. Нельзя уйти. Мужики, подождите. Вы сами по своей этой шели пошли? Ох, тут в газ какой-то. Ёпта. Абаканчик? Это те самые мёртвые военные из ТЧ. Которых Мочон убил. Кстати, надо активно чекать сертефакты. О, что-то есть. И тут что-то есть, да ладно. А что тут есть? Это что-то на другом уровне. Или нет? Ну что-то есть, но это что-то не здесь. Да господи, что там происходит? Надо мужиков спасать. О, вот сюда должны были разрабы спрятать что-то 100%. Сейчас только мужику надо помочь. Ты не покраснел случайно? Я по тебе попал. Нет, всё ок. Ножки есть ножки. Сейчас, подождите, блин. Я хочу запрыгнуть наверх. Я просто убеждён, что разрабы должны были сюда что-то покласть. А что я перегружен? Я же вроде только разгрузился за это время. А, ножки, точно, ножки подобрал. Давай, давай. А, нет, здесь стена невидимая. Не-не-не, он упёрся во что-то и не шёл. Ладно, фиг с тобой. Поговорить с бандитом. А чё с ним говорить? Да уж. Неплохо мы их уложили. Ну чего, идём дальше? Ты идёшь, мы остаёмся. В смысле, не понимаю. Чего ты не понял, болван? Ты сейчас спускаешься и проверяешь там всё. А нам потом доложишь что-то, если уцелеешь. Мы тут же упрывать не собираемся. А вы просто сливаетесь. А если я расскажу вашему пахану, что вы меня киданули и дальше верхнего уровня не стали спускаться? Пахану рассказать вздумал, а? А может, мы тебе рыло в кисель разукрасим? Не хочешь, чтобы оно бифштексом стало? Дальше иди, усёк, а мы тут посидим. Ну и скоты же вы. Я вам помог с зачисткой завода. А вы мне так отвечаете. Слышь, ты на кого паяльник раздеваешь? Кому ты там помог? Я слышал от нашего, что ты валялся, пока наши пацаны подыхали. Так что не надо тут загонять, что ты реально спаситель. Ладно. Пусть будет по-вашему. Вот так вот. Гады, блин. Иди отсюда. Без вас справлюсь. Ироды. Чё-то подобрал. Так, меня, конечно, интересуют артефакты. Вот в этой комнатушке должно быть. Пузырь. Чего? Плюс четыре... Чего? Ну, зачем вы изменили свойства пузыря? Разрабы зажмотили артефакты на минус роду. Так, здесь больше ничего не найти, да? Ну, да. Не буду даже разбивать. Хотя можно, наверное. Коробки классно разбиваются. В смысле, просто... Просто комбез научный. Нормально. Но, опять же... Так, допустим, я подобрал и отошёл. Ага. Прикиньте, чуйка не подвела, что надо поразбивать коробки. Ну, вряд ли. Что-то... Оно живое или что? Все, больше? Больше вроде ничего нет. Так, ну-ка, давай посмотрим. Да, реально комбез. Жаль, тут нельзя сравнивать со своим. Ну, конечно, можно, типа, просто смотреть. Рода 83, у меня 43, там, и так далее. Ладно, пошли. Че там, кто там? Гады, бандиты. Так, артефакты, артефакты. Офигеть, на башку свалилась. А, вы перегружены, чтобы двигаться, прикинь. Пламя. А, вот что я перегружен, я пламя подобрал. Плюс 4 огонь. А, ну хотя бы, хотя бы без негативных свойств. То есть, всё-таки тут есть арт без негативных, которым, кто-то скажет, компенсирует нужность выводить роду. Согласен. Но некоторые арты из тех вкусных, что у меня есть, требуют вывод роды. Ладненько, Еркулеса, батона, энергетика, 90-е выносливости. Поехали. Ай, 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 ай. Два нашёл артефакта. Идём дальше. Блин, у меня батарейка садится. Надеюсь, у меня есть ещё батареечки. Да, две штуки, нормально. Двигаем дальше. Ну что, здорово. Полтергейсты тут всё-таки. Ну, перебьём их, я думаю, не проблема. Такие электрические слабые. Но если тут будет ещё один огненный... Боюсь... Ой. Тут вода? Да вроде да. Не, артефактов тут больше не улавливается. Скорее всего, их тут и не будет. Мужичок мёртвый. Меченый ты? Да ладно, меня кость так ударило, офигеть. Короче, надо искать где-то остальных. Хрумки, нямки, патроны. Это всё мне. Блин, а вдруг тут есть какой-то тайник? Если даже я буду все тайники снимать. Я же нифига не узнаю, что здесь есть тайник. Здесь-то миникарту выключили. Погнали дальше. Минус ещё один. О, ещё один мужичок мёртвый. Причём, судя по всему, застрелился. Странно, его стол я могу подобрать, а Бакан и не мог. Опять же, проверка на артефакты. Нифига нету. Не, ну классно хотя бы сделали, что... В лабе есть третий уровень боя арты. Скажем так. Классные такие самые. Пламя, пузырь. Так, идти туда. Там, наверное, и будет самая жесть. Ай! Помогите, кто меня ударил? Кто меня ударил? Всякая шушер тут обитает. Но бандиты, конечно, твари, те ещё. О, мужик. Ну да, это же рассказывал, помните? Трухлявый про то, что вот был один, который часто бегал туда-сюда. Вот это, походу, он. Калаш у него под 5.56. Туда-сюда. Пистолет, кстати, какой-то. А, ну Форс-17, это база. Что это у тебя? Карта с ПДА. Карта, на которой отмечено расположение тайника группировки Свобода и какой-то ПДА с записями. Галься. Новый тайник, комната с лак-колбами, лаборатория Х-18. Новая статья, кода дверей в Х-18, раздел записи. Вот так вот. Правда, я теперь на перегрузе, но у меня вроде как кончился Геркулес. Блин, ну я, конечно, на жёстком перегрузе. Конечно, броня весит только 6 кг. Давай водки все выкинем. Это большой грех, но... Я думаю, это небольшая проблема их достать ещё, если понадобится. Кстати, вот, полтергейст-охранник. Давайте прочитаем. Поистине сверхъестественные невидимые существа встречаются только в глубине зоны. Обитают, как правило, внутри полуразрушенных зданий. О происхождении, ммм, ничего достоверно неизвестно. Бытует легенда, что это духи сталкеров, попавших под мощный выброс. Механизм появления этих невидимых действительно соответствует легендам о полтергейсте, откуда и название, и отличается разнообразием. От периодического воя и смеха до появляющихся из ниоткуда красных огненных шаров. К сожалению, все сведения об этом явлении черпаются из невнятных и довольно противоречивых рассказов, правдивость которых вызывает сомнения. Ну слушайте, вот у меня какого обывателя, сталкера, первое название Кровавый полтергейст его назвать. Вот это обычно поугленный чел. Да, тут кучи я не прочитал всего. Может как-то выделить время и у костра почитать прям минут 5-10. Как бы в конце серии прям. Кто хочет, тот скипнет, кто не хочет, тот послушает, как сказку на ночь. Посмотрим, ладно. Что там еще в записях? Ну вот записи. Записка гуся. Это другой чел. От дверей в Х-18. 1, 2, 4, 3, 9, 5, 2, 4. Те же самые их коды. Кстати, по поводу Хрома. С ним можно было все-таки поговорить. Ребята в комменты написали. Ну смотрите, мне говорят, вот мануильно проходит не идеально. Ну во-первых, я раз 10 перезагрузился. И каждый раз у меня этот чел погибал. Ну что мне теперь делать? Сто раз перезагружаться, пока не сработает. Ну не повезло мне, или разработчики намудрили, или как. У кого-то получилось, с первого раза чел упал раненым. Но в сущности, как мне объяснили люди, я ничего не потерял особо. То есть, как к кому выводу мы и пришли, таков он и будет. То, что... Ой, вернее, Кобра умирал. Хром убивал Кобру, да. Что Хром нас использовал темную. И Кобра не такой ублюдок, каким могло показаться из рассказов Хрома. Вот и все. А Кобра бы нам сказал на смертном Андре, что друг Хрома тот еще ублюдок был. Вот и все. То есть, все равно такое же чувство двояко и боя осталось. То, что у меня не получилось с 10 перезагрузок, ребят, ну извините. Тут уже не ко мне проблема. Я не знаю, в чем была проблема сделать по скрипту, чтобы он упал раненым. С самого начала боя от гранаты. Идем дальше. Думаю, что тут сейчас будет огненный полтор еще один вот этот. Крова бытовость. Ага, здорово. Ой. Это кто? А, это Бюрер. Да хорошо мне отнимать. Ну ты беззеваешься, что ли? Ладно. Тут надо гранатки какие-то в него покидать. Гранаты. У меня есть граната. Надо ее удачно запульнуть. О, даже есть вот такие. Вообще здорово. Нет ПНВшки, потому что нет шлема, который я просрал, поменяв на бокам, блин, и тут я взял грозу уже. Ладно. Ну это мое прохождение с другой стороны. Вот такое оно, какое есть. Где ты, падла? Плохо, а? Ну ничего, самое главное, я его вынес. И чё я подразгрузился в какой-то степени. Сбросил пару гранат. Рука есть. Рука Бюрера приобрела ряд свойств, самым полезным из которых является сильная устойчивость к радиации. Детали этого механизма точно неизвестны. Вы можете внести свой вклад в науку, продав руку Бюрера ученым для исследований. Мелочи. Так, а задание мое в чем вообще заключается? Проверить место, отмеченное на карте. Это исчезновение сталкера. В трупе сталкера-мажора нашел карту с пометкой. Вероятно, это место как-то связано с группировкой Свобода. Нужно туда сходить. Вот только место находится на территории базы бандитов. Вот так вот. Но там были раньше Свободовцы. Осмотрев все уровни Х-18 в одиночку. А, ну да, там же еще есть одна последняя комнатка. Наверняка в ней что-то будет. А так, тут, наверное, тоже можно было бы упороться. Типа, знаете, залезть, вот тут лазить. Но, честно скажу, сомневаюсь, что тут что-то спрятано. Все-таки разрабы выбрали концепцию тайников. Тебе нужно сначала его поучить, после этого он обыскивается. Ну, в принципе, как это было в Тень Чернобыля. Ну, там можно было только в ящики залезать, но ты из них все равно не мог ничего достать. А вот такого, чтобы тут куда-то залезть, там, в сложное место, куда далеко не каждый залезет. А там что-то лежит. Такого здесь нет. Как будто бы. Ну, вот, нашел и научный комбез. Чем он вообще лучше? Моего. Пулиствойкость больше. Но мой комбез сейчас покоцанный, конечно. Поэтому. Тут мертвый псевдогик. Походу, тот самый. Ну да, он даже такой, как будто бы гниловатый. Кстати, помню какой-то мод, где вот в этом месте, в этой лаборатории можно было вот сюда вниз спуститься, и там еще какой-то тоннель был в ту сторону. Представляете? Только вот не помню, что за мод. Жаль, знаешь, как-то нет универсальности какой-то, чтобы все разработчики выбрали одну какую-то большую расширенную карту, доработали ее и использовали. Но на той моденьке прекрасен, что он разнообразный. Жаль, что многие проекты тонут. Вот, допустим, тот же мод показывал. Но жаль, что он не используется. Ну, типа, непрактично. Сложно заселение, там, так далее, так далее. Хорошо, пофиг, но мод на живую зону, которая Припять огромная, тоже, блин, не используется. Потому что тоже сложно заселять и так далее, и тому подобное. Хотя, кстати, там есть мутанты, там я видел, кто-то добавил. Смотрите, есть мутанты. Добавить еще больше точек мутантов. Накидать тайников. Блин, научите меня, я могу лично этим заняться, рюкзаки раскидывать. И все. И сделать режим последней выжившей на базе. Классно? Классно. Ладно, хватит. Хватит пугать. Я сейчас не буду в этом отыграть. Что там? 9, 5, 2, 4. Вот тут сейчас что-то будет, ребят. Чую прям. Одним местом. Ну, затылком. Упал, рюкзак. Это, кстати, тайник походу тот самый. Надо как-то пройтись сюда. От химии еще надо таблетки бахнуть. Они у меня по-любому есть. Вот, пожалуйста, химия 150. Пьем. Не пригодилось, но ничего страшного. Ну, охренеть. Еще один костюм. Вега. И у меня Вега. Ну и ПДА есть. Лемура. Найдены в помещениях лаборатории Х-18 ПДА сталкера по прозвищу Лемур. Доступна одна запись. Взять все, и я на месте стою, правильно? Совершенно верно. Если я пью Геркулес... Вау, я могу двигаться. Так, что там за запись? Тут, кстати, Геркулес порезали. 200 секунд действует вместо 300. Буду на паузе читать, чтобы Геркулес не тратился. В помещениях лаборатории Х-18 был найден ПДА сталкера по прозвищу Лемур. Доступна одна запись. Мы с Артемом еле-еле прорвались сквозь натиск бандитов. Их больше нет. Судя по всему, документы где-то в главном зале. Но оттуда доносится странный звук. Если бы не шанс на миллион, хрен бы я сюда с этим геологом полез. Оставляю найденный в этой лаборатории научник и свою винтовку со снайперским прицелом на всякий пожарный. Хрен его знает, что будет дальше. Какой отсюда можно вывод сделать? Пока непонятно. Шалаба. Ля, мужик. Ну и рожа. Надеюсь, он не выскочит на меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вернуться на поверхность Так, а документы я тут не должен забрать всякие? Полтергейст лидер Так, ну давайте про него тоже тогда прочтём Интересно, что это был загад Но он как будто был даже проще, чем тот Корни легенды о твари в ангаре ведут в заброшенную подземную лабораторию ИХС-18 Именно там и поселился самый главный, а важнее сказать, самый сильный полтергейст всей озоны Он оборудовал себе весьма уютное гнёздышко на нижних уровнях подземелий А в качестве оружия использовал брошенную учёными аппаратуру Компьютеры, ящики и прочую утварь Она доставит жертве немало проблем, если прилетит по голове Еду ему доставляют его верные слуги полтергейсты Обитающие на заводе у входа в лабораторию За несколько месяцев, пока тварь никто не тревожил Она смогла вымахать до внушительных размеров Лисо того, кто с ней сразится, представили? Ну я, за 2 секунды уничтожил Я на мастере игра, если чё, чтобы сейчас меня не обвиняли Что я лох какой-то, объелся блох, вот пожалуйста С самого начала игры снижал только однажды, когда убегал И то она походу не снизилась, там наверное надо было игру пересгрузить Ту ж потом я зашёл спустя время, а у меня всё ещё мастер стоит Но то ладно Так, по заданиям что? Место на карте исчезновения сталкера Подземная разведка вернутся Подстава вернуть артефакты торговца Из доп квестов Калибровка, немой Тыры-пыры Бандитские дебри Выждать момент Это чтобы спасти чела, правильно? Стоит поработать на ублюдков Если что-то подвернётся И добраться до тайника бандитов Это где-то на свалке Так, я просто хочу убедиться, что тут документов никаких нет Потому что в записке шла речь о документах Судя по всему документы где-то в главном зале Поэтому я сейчас стремаюсь Натыкаю F И ничего Соответственно, пошли отсюда Сейчас энергетик скоро кончится А, у тебя глазик-то есть? Спасибо Кстати, он обычный по размеру, по-моему Но рожа обычная Обычного полтора Такая только кровава красная Артефактов тут секретных нет Ящики, чтобы меня бить Конечно же, вот эту комнатушку надо проверить О, ещё два геркулеса, спасибо Разрабы как знали Мне главное сейчас до фермы добежать, до ящика Нихера А что было тайником, кстати, интересно Вот это или вон то? Ёптать, но я же не унесу это всё Хватит меня искушать Ну смотрите Если справедливости ради вот брать То мне не нужно МП-5 Хотя вы скажете, возьми Чтобы разнообразие ради Скажете такое или нет? Пишите в комментарии Поэтому я возьму Так, так же попить И поесть Ну и в принципе, давай сразу вместо петушка ФМП-90 поставим МП-5 Разнообразие ради Смотрите, сегодня с петуха пострелял Пострелял Ладненько, поехали дальше Получается, тут я, ну документов никаких не нашёл В главном зале Хотя вот мне казалось, что что-то должен найти Как будто бы Вот, могу возвращаться на поверхность Чувствую, меня сейчас грабанут Такое возникает ощущение стойкое Эти же бандиты Но они, конечно, гады те Мне показалось, что их бугор, вот этот тот Который на поверхности остался Ровный пацан То есть он, конечно, бандит Но вроде как не жестит И ко мне обращается нормально А вот видишь, его шестёрки Оказались неприличными людьми Неприятными Не понял А нафига он на меня напал? И бандитов всех поклал Рашпиля и Масола Ну туда им и дорога, на самом деле За их деяния Фига, ты стрёмный тип Кто ты? Санька Палач ПДА Свободовца Привет, Саня Я слышал, ты сейчас недалеко от Тёмной долины У нас для тебя есть спецзадание Нужно найти карту, на которой отмечен склад припасов на нашей бывшей базе Предположительно, она находится в тайнике в Х-18 Воспользуйся дополнительным входом Ты о нём знаешь Основной контролируют бандиты И лучше им о тебе не знать Понимаю, что многого прошу Да ещё и в одиночку посылаю Но сам знаешь Новое снаряжение нам не помешает Осталось только найти его Удачи Это получается Свободовский прихвостень И его послали за снаряды А тут я нарисовался Ну и бандиты Которых он не ожидал, судя по всему Вернулся на поверхность Ну поехали Тут нет смысла дальше оставаться Получается, это тот самый Саня, о котором шла запись И про документы, и про прочее Рассказать трухляю о произошедшем О, тут, кстати, новые какие-то типы уже есть Ёпты Так сейчас перестрелка бы не началась какая-то Да, вот так сделаем А, нет, мы с Артёмом тут, а не с Саней Артём это, наверное, мастер тот Или нет? Ща меня, блин, порешат Неужели? Я уж думал, случилось чего Что удалось узнать? Наткнулся на похожую тварь Удалось расправиться Почему один? Где ребята? Свободовец Не знаю, как он там оказался Но он напал на нас без предупреждения Какой ещё Свободовец? Мы всё время были тут и никого не впускали Какого хрена там произошло? Если не веришь мне, посмотри этот КПК Я нашёл его в трупе Там говорится про какой-то запасной вход Странно Не знаю я никакого дополнительного входа Тем не менее, он туда как-то попал Причём вооружённый до зубов И искал карту тайника Похоже, этим же занимался тот богатый сталкер О котором ты говорил Я нашёл его труп Теперь понятно Почему он в подземку так часто наведывался Что за карта? Сам посмотри Я её со сталкера снял Зачем ты отдал, блин? Там отмечено местонахождение Какого-то тайника группировки Свобода Который остался ещё со времён их пребывания В Тёмной долине Странно Ничего об этом не слышал И он прямо под нашей базой Уверен Монгол об этом даже не знает А что с ребятами? Не выжили? Мы разделились Когда я вернулся Их тела уже обыскивал Свободовец Жаль, ребят А ты молодец И с тварью разобрался И очень интересную информацию подкинул Если что, моё предложение ещё в силе Пойдёшь к нам в бригаду? Откажусь, наверное Не сочтись за оскорбление Но я не хотел бы числиться в бандитах Расслабься Я тебя и не заставляю Просто предлагаю дальше вести сотрудничество Если у нас будет работа Я обещаю исправно платить за её выполнение Обещаю мокруху не подкидываясь Несколько дней мне так и так предстоит Ишиваться в Тёмной долине Так что поработать не помешает Я согласен Вот и замечательно Сейчас нам как раз нужно Как можно больше узнать О том секретном входе в лабораторию Через который проник Свободовец Если мы его не запечатаем И о нём кто-то узнает То весь наш бизнес под откос пойдёт Есть какие-то мысли? Есть На ферме обосновались сталкеры Они тут ещё до нас были Так что окрестности знают по уши Может у них что-то получится узнать Ты у нас пацан вроде как с хорошей репутацией Лучше тебе пойти к ним Ладно, наведаюсь Фух, ну такие дела Тут как видите Поприбавилось ещё Мужичков Не пропадёшь? Свидимся Так что бригада разрастается у Трухляя Было бы здорово поучаствовать потом в войне Между Трухляем и Монголом За власть в Тёмной долине Я бы Трухляя выбрал конечно Потому что Монгол меня кинул Мне камни подсунул Офигеть Погнали на ферму Наконец-то Сейчас там разгрузимся как раз Хабара скинем Потому что просто выкинуть Два научных комбеза Как-то жаль Чего? Аномальное болото Там может артефакты есть Блин, ну мне нравится Вот сегодняшняя серия мне прям нравится Лаба неплохо сделана И страшилки нагнали И туда-сюда Здорово, сталкера Чё, можно пройти? Молчит Значит можно О, понятно Чё, гаусс-пушка за 800 рублей? Слушай, классная пушка нужна? Я на интере чей-то тайник вскрыл Так там гауссовка, как новая Отдам всего за полторы тысячи рублей Зарядов на неё всё равно нет А деньги позарез нужны Какая-то левая схема Я откажусь, пожалуй Я на самом деле к вам по делу Купишь пушку, будет дело Нет у тебя никакой пушки Что ты мне загоняешь? Зато полторы тысячи рублей у тебя точно есть Заплати, и будет разговор Держи Ну и барыгаты Вот другое дело Чего хотел? Я ищу информацию о секретном входе В лабораторию X-18 Точно знаю, что такое где-то есть А тебе оно зачем, мужик? Да там бандиты по тришку раздирают Хочу найти обходную Чтобы можно было за хабаром наведываться Там же кроме хлама ничего нет Что ты там искать собрался? Для кого хлама? Для кого богатство? Старую технику ищу? Тогда понятно Но я не знаю где такой вход В первый раз слышу Ну жук Получил плату за не знаю Далеко пойдешь? Не кипятись Спроси у него мёхи Он недалеко от костра сидит Должен что-то знать Понятно Так, ну мне сначала до ящика добраться И будет вообще здорово Нормально мужики устроились Ты не у мёха что ли? Да Дошел Фух, конечно что надо половину продать нафиг С этим мы позже разберемся Так, давай пока грозу уберем Хотя у меня к ней очень много патронов И пока что постреляем Вот с этого ствола У меня к нему даже прицел есть Два Он разгрузился 43 из 45 Конечно так себе подразгрузился Но тем не менее Я тебя слушаю Привет, ты не у мёха? Мне сказали, что ты можешь помочь мне с одним вопросом Я это Что за вопрос? Я ищу тайный вход в лабораторию Х-18 Бандиты, суки, сдирают бабло Невыгодно через них Я тебе тоже бесплатно не помогу Уж извиняй Сейчас бесплатно делиться информацией Непозволительная роскошь Особенно для нас Бандиты вокруг тоже от них пострадали немало Что ты хочешь за информацию? Каус-пушку я у вас уже купил Деньги мне не нужны Помоги мне лучше с одним делом Ты с виду сталкер бывалый Думаю справишься Что надо сделать? Тут в паре сотен метров от фермы Есть аномалия разлом Около неё я заметил интересный артефакт Но достать не смог Пытался его взять, а не как Потом ещё голова разболелась И я ушёл Странное какое-то место Раньше там такого не замечал Может у тебя получится? Опыт добычи артефактов вроде есть Схожу, попробую достать Но смотри Если информации не дашь То я себе его оставлю Ха Мне кажется это его не напугает Так Разлом значит Ну пойдём сходим Можно уже серию заканчивать Как будто бы Ну давай напоследок А то всю серию провёл Блин в подземке Практически Конечно Или мне так кажется Побегаем пока с этой пушкой Не думаю что она лучше грозы Но как я сказал Разнообразие ради Ну и с МП5 Жалко ещё про крова нет На него был квест Разлом говоришь Ого тут речка что ли какая-то Реально Даже лодка была Да и есть Ещё и рыба Заготовка То есть этим активно пользуется Тут рыбы плавают Моши плавают А вот и труба Откуда вода идёт Полтер Или чё это А не это артефакт Фу ты Давай сначала Прежде чем лезть туда Посмотрим что у нас тут За покойничек рядом Надо было кстати Научный костюм нацеплять Тут наверное Огненная аура сильная Которая будет сжигать ХП и броню Лёнька хорёк Ничего интересного Ну и тут артефакт Есть Ёлки-палки Ай-яй-яй Фу Подгорел Но чё-то подобрал Пламя Опять же Плюс 4 от Огня защита Кстати тут можно нацепить Вполне Потому что как раз таки Тут рада дол Потому что как раз таки Тут пламя Кстати артефакты Должны спавниться После выбраться Я прочитал там патч Ну давай глянем Догнать артефакт Чего В смысле догнать Опа А то сталкерок был какой-то Фантомовский Может мне с ним поговорить надо было Ну артефакт блин Он сейчас меняющий кругами Наверное будет Вводить Вот так Ой блин Был мужик Был мужик Исчез Ну да артефакт Просто кругами ходит Мне нужно по-любому Мужичка поймать А где он О дом Вот Что это моргнуло Что это значит А вот сейчас дальше пошло Все таки походу К дому Меня и привезет Тут наверное уже надо От роды поставить Схватить артефакт А ну иди сюда Там музыка с АП Поэтому без звука Ребят Какой-то покойник С подашкой Тут по-тифончику Врает Опять ты зараза Разобраться с нечистью Кто там Что за нечисть О А стол что провалился Я понял Тут от пси надо бахнуть таблетку Не зря он говорил Что голова болит Йоуки палки Заново все это Смотрите сценку Во-первых сейф Во-вторых Таблетка от пси Вот она Кайф И тут же Водичку Вообще здорово Чего ты там Он застрял Блин прикиньте Вау Вот это неприятно Сейчас секундочку Еще какой-то появился Подожди Стоп Голова кончилась Вот еще для башки Правильно Пьем Но тут без вариантов На этот раз Какой-то кровавый Тоже был Какие выводы делаем Значит Существует Какая-то сущность Охраняющая артефакт Или заманивающая С помощью него Сталкеров И пожирающая их Скелет с ПДА Нам о чем-то говорит А может это его душа Контролер-охотник Раздел бестиарий Ручки-то дрожат еще Ёки-палки Мужик Успокойся Ааа Жрать пить хочется И поэтому ручки дрожат Да Давай сырочек покушаем Хлебушком заедим И водичкой запьем А для вкусноты Энергетикам приправим Потому что энергетика Это вкусно Но пить его не советую Что это? Работа в долине Отдать артефакт Неумехи Плюс 3 Плюс 5 Артефакт Неизвестного происхождения Свойства не изучены Радиоактивен И я бы все-таки сходил В тот домик Где я вообще появился А я как раз Недалеко от домика Вроде бы как Подожди Ааа Тут домик Вот тут же был Он исчез просто Точняк Вот тут был домик Я еще подходил К этому холму И хавал артефакт Блин Или я что-то не пойму Вернее ставил артефакт На минус роду Или я что-то не понимаю Нет подождите Ну Вот сюда уже Ничего нет там То есть домик исчез А ПДА я так и не подобрал То есть заметок новых не появилось Ё-моё Ну там не было Нельзя было подобрать Вы сами видели Это была катсценочка Ну да Дома нет Все Забейте Это все было наваждение Наведение Ну что там Ты где так долго мотаешься Достал артефакт Вот твой артефакт Такой чертовщины Я раньше не встречал Ух ты Необычный какой Что еще за чертовщина На тебе лица нет Обделался там что ли Когда я пытался взять артефакт Он перемещался На несколько метров от меня Потом стали проявляться Какие-то призрачные сталкеры И под конец на меня Напали твари Напоминающие контролеров Не показалось все-таки мне тогда Что там что-то не так Что дальше то было Когда удалось расправиться с тварями В глазах все помутнело Очнулся уже утром Всего этого уже не было Был только смирно лежащий Передо мной артефакт Да уж У меня в прошлый раз Там башка разболелась Более-менее пришел в себя Через несколько часов Ладно Как и договаривались Скидываю себе на ПДА Примерное местоположение входа Аккуратнее там Внутри полно всякой нечисти Спасибо Бывай Фух Отправиться к секретному ходу Это где-то здесь Но на этом я уже заканчиваю серию Друзья Можно показать текущее задание Представляете Кнопочка есть Центрировать на герои Показать скрыть метки Ну не без меток не то Как будто пальто Ссылка на плейлист Находится в описании Под этим видео Советую смотреть по плейлисту От начала до конца Оценивать видео Не забывайте Чем лучше оценивается Тем выше в рекомендациях И мне от этого приятно Понимаете сами Увидимся в следующей серии Пока